здравствуйте дорогие мои подписчики здравствуйте мои гости канала меня зовут ева и здесь на этом канале я рассказываю для вас о новостях туризма а также публикую и свои путешествия напоминаю мне есть еще 2 дачно-кулинарный канал ссылочка под видео также ссылки есть еще на другие цен каналы подобные этим и группа в одноклассниках и еще хочу заодно напомнить что я не являюсь турагентом поэтому не продаю ни туры ни билетов освещаю новости туризма и сегодня расскажу про морской отдых в конце марта сколько стоят туры и куда какую страну можно полететь и ценовой рейтинг этих стран в конце марта в лидеры продаж вырывается египет арабский эмират и таиланд на втором и третьих местах в пятерке также турция и россия для нас составили рейтинг ценовой доступности курортов и городов в конце марта и так встречаем очередной ценовой обзор с удобными таблицами я уже такие обзоры публиковала вот сейчас очередной и так аналитическая служба ассоциации туроператоров россии продолжает публикацию ценовых рейтингов популярных туристических направлений в россии за рубежом основанных на данной федеральной сети турагент 1001 тур свежим рейтинге проанализированы минимальные и средние цены на 10 дневные пакетные туры с вылетом в конце марта 2023 года вылета на 10 ночей вперед с 21 по 28 марта все минимальные и средние цены даны как всегда на 10 ночей на двоих перелеты питания включены итак топ-5 самых бронированных направлений с вылетом в конце марта этого года согласно статистике продаж пакетных туров в лидеры вырвался египет это закономерно так как в это время в стране уже комфортно купаться то ли продаж турпакетов на даты вылета с 21 по 28 марта как я уже сказала они распределены следующим образом вот как вы видите из этой таблички египет 25 процентов далее арабские эмираты на третьем таиланд 16 турция 11 россии 7 процентов в конце марта на отдых туристы вдвое чаще едут на воды с детьми если в начале марта 23 процента заявок на турпакеты были дети а для вылетов с 21 по 28 с детьми уже 50 процентов где-то растут цены а где-то падают по сравнению с начала марта вылета с 1 по 7 минимальная стоимость туров в конце первого весеннего месяца вылеты 21 28 марта показывает рост по направлениям турция плюс 6 процентов мальдивы плюс 10 венесуэла плюс 21 процент сейшелы плюс 24 процента куба плюс 26 эмираты плюс 38 процентов стартовые цены на египет и таиланд практически не поменялись минимальные цены в индиагуа снизились на 13 процентов на шри-ланку на 18 на катар на 19 процентов минимальные цены на 10 дневные туры на курорты черного моря подросли на приморский кластер сочи плюс 19 процентов абхазию плюс 17 сколько же стоит 10 дневный отдых на море в конце марта 2023 года пляжный отдых если не считать таковым отдых в отелях на море с бассейнами дешевле всего в конце марта в турции в анталье за 10 дней с перелетом и питанием все включено надо отдать минимум 72 тысячи на двоих купаться в море 20 часов марта в анталии теоретически можно так как вода плюс 18 градусов но конечно это комфортно не всем кто любит теплую водичку купаться конечно не будут отдых на более тепло море обойдется дороже смотрим таблицу как минимум 130 150 тысяч на двоих и в этой таблице у нас ценовой рейтинг пляжных туров в конце марта по минимальной цене 10 дневного пакетного тура с вылетом с 21 по 28 марта 2023 года на втором месте по ценовой доступности пляжных туров в конце марта стоят арабские эмираты где температура воды в конце марта обещает быть выше 24 градусов туры на 10 на честь перелетом туда можно купить от 133 тысяч на двоих в четырешку с завтраками на третьем месте шри-ланка с близкой ценой минимум 140 на двоих за отель 2 звезды и температура моря 29 градусов на четвертом египет от 143 за тур пакет все включено и температура моря 23 24 градуса в конце марта на пятом таиланд здесь море плюс 29 30 градусов цены стартуют от 148 на двоих за 10 ночей с перелетом и завтраками чуть дороже от 151 тысячи гуа и катар все остальные кариба островная экзотика индийского океана уже дороже 200 на 10 дней отдыха с перелетом на двоих сколько стоит экскурсионный городской и горнолыжный отдых в конце марта 2023 года самое бюджетное направление в этом сегменте в конце марта российские и так для вас вторая таблица это ценовой рейтинг не пляжных туров в конце марта по минимальной цене 10 дневного пакетного тура с филитом 21 по 28 марта 2023 года напоминаю ссылка на источник информации у меня всегда под видео поэтому вы можете по ней перейти ознакомиться с этой статьей с этими таблицами петербурге можно отдохнуть за 10 ночей за 27 и 4000 на двоих приморском кластеры сочи 37 с половиной в калининграде за сумму близкого к 40 абхазия по минималке в конце марта стоит уже от сорока восьми тысяч на двоих за 10 ночей горнолыжный отдых в россии дешевле всего из крупных курортов в сочи горный кластер в конце марта можно найти тур с перелетом проживанием 10 ночей в гостевом доме с завтраками за 41 тысячу на двоих шире геш будет стоить дороже от 71 с половиной на двоих как минимум зарубежное направление дороже всего стамбул от 93 тысяч 700 рублей на двоих с перелетом выглядит очень достойно на фоне самого дешевого белграда за 168 тысяч с половиной рублей далее средние цены на отдых популярных отелях в россии и за рубежом в конце марта 2023 года средние цены на качестве надо в россии за рубежом более показательны чем минимальный минимальные по цене предложения могут быть случайным снижением цен кратковременной акции или просто не совпадать с вашими представлениями о стандартах отдыха например очевидно что в анталии в это время лучше выбирать отели пять звезд на первой линии с бассейнами с подогревом они дешевые трешки если исходить из средних цен на проданный тур пакеты в качественные отели с вылетом с 21 по 28 марта смотрите пожалуйста третью табличку то лидерство здесь будет у сочи меньше 50 тысяч рублей за 10 дневный тур на двоих с перелетом питание завтраки на втором месте весенний петербург 58 тысяч рублей на двоих на третьем с большим отрывом стамбул около 90 тысяч на двоих дороже стамбула горный кластер сочи 10 дневный отдых на теплом море в конце марта в среднем обойдется в 145-180 тысяч рублей в египте шри-ланке арабских эмиратах таиланде от 210 до 240 тысяч рублей в катаре гуанна кубе в анталье дороже всего качественная венесуэла свыше 280 тысяч рублей на двоих напомню все данные для анализа как и ранее предоставляются федеральной сетью турагент 1001 тур все цены данные на двоих взрослых 10 ночей питание не ниже завтраков для турции куба египта рассматриваются только цены все включено ценовой замер производился вечером 13 марта в день прочтения и просмотра этого видео цены могут измениться если хотите в дальнейшем от меня получать новости туризма подобные и другие то подпишитесь не забывайте нажимать на колокольчик нужно чтобы вам уведомления приходили спасибо что у меня смотрите напоминаю внизу под видео еще есть ссылка на обновляемую таблицу со всеми правилами въезда для россиян 100 стран спасибо что меня смотрите ждите следующего видео до свидания мои дорогие зрители